Сегодня мы с Кристиной Александровной Любинской проведем для вас этот итоговый вебинар, который подведет первые итоги нашей работы в течение этого учебного полугодия, начиная с сентября. И что же мы планируем сегодня? По длительности нашего вебинара мы рассчитываем примерно на час 10-15, в зависимости от вашей активности в том числе. Мы поговорим с вами о тех материалах, которые уже созданы в рамках Родительского университета и к которым вы можете иметь доступ, к которому вы можете обращаться. А дальше мы обсудим обратную связь и востребованность тех активностей, которые мы проводили в этом первом такте работы Родительского университета. Кроме того, мы поговорим с вами о планах на следующий год и о том, как будет реализовываться наша работа, какой будет у нас подход. И также предложим вам высказать предложение, обсудить с вами три возможных вопроса, по поводу которых нам интересно ваше мнение. Мы предложим вам отвечать на эти вопросы в чат, чтобы каждый участник, не переходя на какие-то дополнительные платформы, мог здесь высказать свое суждение, свое мнение, а также предложим высказаться участникам голосом. Вот такой план работы на сегодня. Из чего же исходят ключевые задачи Родительского университета? Мы уже много раз говорили о важности вовлечения родителей в образование детей, в развитие детей. Однако же те условия дистанционного образования, часто принудительно дистанционного образования, в котором мы с вами оказались, очень ярко продемонстрировало то, что главным героем, главным на этой арене является семья. Именно взаимодействие с семьей, участие семьи в образовании детей показывает результативность наших усилий, наших усилий как преподавателей в деле организации дистанционного образования, которое пока мы не знаем, какое время еще продлится и какое время мы еще будем вынуждены вовлекать эти цифровые платформы, онлайн-образование в решение наших повседневных школьных задач. Коллеги, пожалуйста, выключайте микрофон. Спасибо. Здесь на слайде приведен фрагмент выступления Исаака Давидовича Фрумина. Более подробно вы с ним можете, с этим выступлением ознакомиться по ссылке. Исаак Давидович представил эту презентацию в рамках конференции, педагогической конференции «Подготовка кадров для цифровой экономики». И это видео выступление доступно по ссылке в рамках этой конференции. Ссылка здесь представлена. Мы видим с вами, что, к сожалению, в условиях дистанционных форматов без вовлечения семьи школа фактически работать не может. Мы здесь видим цифру, что 30% родителей очень низко оценивают взаимодействие со школой на единицу из десяти. Это данные не по Якутии, но вы можете видеть, что, наверное, вы встречаетесь с недовольством родителей в вашем регионе, и эта ситуация не уникальна. 40% родителей младших школьников ответили, что детям всегда требовалась содержательная помощь, что младшие дети не справляются без наличия такого тьютера, помощника, наставника, в качестве которого обычно в классе выступает учитель, а здесь в данном случае родители. Ну и, соответственно, среди учеников первого-восьмого класса практически нет тех, кому не помогают взрослые, а среди старших школьников таких примерно 37%, примерно треть. То есть мы видим, что очень важно выстраивать отношения с семьей и вовлекать родителей. Длинемся дальше. Соответственно, в этой повестке в рамках такой постановки вопроса лежат и ключевые задачи родительского университета, на которые мы работаем. Черным шрифтом обозначены более такие формальные формулировки ключевых задач родительского университета, а зеленым мы обозначаем более простую пользовательскую формулировку, объясняющую, зачем родительский университет и какие материалы, по сути, вы можете в рамках нашей работы найти, с чем познакомиться. Что зависит от родителя, что родитель может почитать, посмотреть, куда обратиться, чтобы разобраться в ситуации, какие действия он может предпринять, какие есть инструменты, техники и подходы, и как сегодня выбирать образование. Вот на эти вопросы мы пытаемся найти ответ. Понятно, что эти вопросы, они, можно сказать, вечны, и в этом смысле мы будем несколько раз к ним последовательно обращаться. Но на некоторые из них мы уже можем взять ответы сейчас по результатам нашей работы в этом полугодии. Ну и передаю слово Кристине Александровне, которая представит имеющийся уже навигатор по контенту, по содержанию родительского университета. Пожалуйста, Кристине. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать. Спасибо, что вы присоединились к нам на сегодня такое важное событие для нас и, я надеюсь, для вас. Мы подготовили такой навигатор по ресурсам родительского университета, по тем мероприятиям и материалам, которые мы для вас подготовили, пробуя ответить на те вопросы, которые были на предыдущем слайде, которые мы сами себе поставили. Даже не сами мы себе поставили, а эти вопросы, наверное, как сказала Мария, они всегда извечны, и всегда родители и педагоги задаются этими вопросами. Что от нас зависит, что же нам делать, куда посмотреть, что мы можем применить и прочее. Вы видите, на данном слайде представлен ответ на вопрос, что же все-таки зависит от родителя. Я сейчас переключу, продемонстрирую вам на доске мира, как выглядит данный навигатор. Скажите, вам видно? Я попрошу вас написать в чате, видно ли демонстрацию. Смотрите, мы выделили самые важные группы вопросов родителей и педагогов. Это образовательная траектория ребенка, тут же и профориентация, тут же и ответы на вопросы про ЕГЭ, как делать, как помочь психологической семье к этому подготовиться, как пообщаться с ребенком, как снизить уровень стресса у учителя, у родителя, то есть у всех участников этого важного процесса для ребенка и для семьи, и также для учителя. Мы подготовили, также есть раздел на сайте родительского университета, который называется «Наедине с подростком». Там мы собрали непосредственно материалы про современное детство, чтобы лучше понять, кто такие подростки, какие у них проблемы сегодня, где они любят проводить время, то есть какие популярные места в населенном пункте, в городе больше пользуются спросом у подростков, какие у них есть интересы, почему некоторые из подростков проявляют асоциальное поведение, что это значит и что с этим делать. Вот, например, данный навигатор, он скоро появится на сайте, и он будет кликабельный, то есть вы можете увидеть, если у вас появляется какой-то вопрос, вы смотрите, в какой же группе попадает ваш вопрос, например, это образовательная траектория ребенка, или это все-таки про родительскую вовлеченность, про то, какие бывают родители, например, какие подходы можно использовать, чтобы вовлекаться, чтобы родителю самому вовлекаться, и чтобы учитель смог вовлечь родителя в образование ребенка. Например, вот тут есть чему, вы можете посмотреть лекцию, чему же нужно все-таки учиться современным родителям, как сегодня поменялось современное детство, что нового мы узнали о современных детях. Это тоже очень важно, чтобы построить диалог со своим ребенком, чтобы построить диалог со своим учеником, чтобы понимать интересы, какие запросы, какие мечты у детей сегодня есть, чтобы можно было построить диалог не просто, а, знаете, монолог, когда мы говорим куда-то, и вроде как бы нас слышат, но, как мы любим говорить, как об стенку горох. То есть ты что-то говоришь, а он тебя не слышит. И нам кажется, что это очень важно, когда ты понимаешь своего собеседника, когда ты лучше его узнаешь. Вот, например, я хотела перейти, допустим, по ссылке. Есть раздел «Наедине с подростком» на нашем сайте. Вы видите вот сайт проектного проекта нашего, большого. Тут есть вкладка «Результаты». Результаты всего нашего проекта, разные наши исследования, не только направления, которые связаны с вовлечением родителей, но и другие направления. И есть вкладка «Родительский университет». Мы перешли на материалы «Наедине с подростком». Подборка материалов для тех, кто хочет знать о своем ребенке больше. И на материалах опроса, которые мы проводили, мы выделили самые болевые точки у родителей и подобрали материалы, чтобы мы попытались ответить на эти болевые точки, чтобы снизить, как мы это называем, боли родительского сообщества. И, например, тут есть разделы про детский мир. Есть видео-лекции наших замечательных психологов отечественных. «Неведомая сторона подростков». То есть кто такие подростки? Подросток в современном обществе. Почему они такие? С чем они любят заниматься? Что они любят делать? Где они любят находиться? Тут же есть про жизненную траекторию. Как сегодня подростки видят свою жизненную траекторию? Как это может использовать родитель? Как эти знания может использовать родитель? И, конечно, очень важно про травлю и как ее остановить. То есть здесь вы найдете не просто про то, что такое травля, но и инструменты, как эту травля можно остановить. Советы, как распознать буллинг в школе и как распознать кибербуллинг. Что с этим делать, куда обратиться, какие инструменты применить, чтобы этого не было. Про кибербуллинг отдельно. Ну и так далее. Пойдем дальше. Так, Мария, могу попросить снова включить презентацию? Пожалуйста. Да, сейчас, секундочку. Так, мы вот здесь остановились. Давайте продвинемся. Давай, следующий, да. В общем, и тут скриншот всего этого навигатора. Это такая паутина со всякими взаимосвязями, связями. Вот. И что родителю почитать, посмотреть, чтобы разобраться. И нам кажется, что эти материалы, они тут и про мотивацию, и про стресс, и про конфликты, и про буллинг. Какие есть инструменты, подходы. Я уже про это проговорила. Например, про острая тема коммуникации с семьей и школы. Сегодня она тоже очень острая. Это всегда известная тема, кто же, что делать и кто виноват. Как распознать, например, раздел про коммуникацию с семьей и школой, он содержит не просто какие проблемы мы сегодня встречаем, но и, например, раздел, как распознать манипуляцию, что с этим делать. Как вывести на чистую воду манипулятора, как бы отразить атаки манипулятора, какие есть конфликты, а также есть какие методики для общения со своими детьми, с родителями и для родителей с учителями. Мы будем рады, если у вас появятся какие-то предложения, как улучшить, какие еще добавить. Мария, можно включить, где большая такая, где было что почитать? Это предыдущий, по-моему, слайд. Нет, еще тогда назад. Вот, да. Вы видите, тут есть образовательная траектория ребенка, родительская вовлеченность, современное детство, психологические барьеры детей, родителей, учителей, гаджеты и подростки. Мы будем рады, если вы напишите, какие еще можно такие пулы тем еще добавить, которые для вас будут интересны, которые будут отвечать на какие-то ваши вопросы. И мы будем только этому рады, если от вас будет обратная связь. Спасибо. Так, коллеги, а мы продолжаем. С этими материалами вы сможете ознакомиться подробнее. Что-то почему-то иногда получается, иногда нет. А сейчас мы перейдем к анализу обратной связи, к рассмотрению обратной связи в контексте того, что же нам делать дальше, что, как реагирует наша аудитория на то, что происходит. Собственно, поблагодарим вас за то, что вы приняли участие в онлайн-анкетировании. Вам приходила ссылка на анкету обратной связи, где вам предлагалось выбрать и оценить те события, в которых вы принимали участие, оценить, насколько эти события вам понравились, видите ли вы в них пользу и так далее. Вы видите на этом слайде, что в анкетировании приняло участие 144 человека. Это представители 17 школ Хангаласского Улуса. Там есть 5 школ более представленных в вопросе. И все остальные школы чуть менее представлены. Меньшее количество участников заполнило анкету. Если вы посмотрите на возраст участников, то мы видим здесь всю палитру мнений, как самых молодых слушателей родительского университета, так и самых взрослых, старших наших коллег. Что касается статуса участника, то примерно половина ответивших на вопросы – это родительская аудитория, и примерно половина – это разные представители сотрудников школ. Классные руководители треть, каждый пятый – это просто учитель, и не очень большая часть других представителей школьной аудитории. Как же в целом участники оценивают события? И здесь мы видим, что в целом работа, которая ведется, отвечает требованиям аудитории. И мы считаем, что есть достаточно существенный потенциал расширения числа участников. Потому что на данный момент мы видим, что подавляющее большинство, две трети участников принимало, извините, три четверти участников принимало участие только в одной или двух активности. То есть сейчас в основном наша аудитория посмотрела одно-два события и не смотрела все возможные варианты. Но при этом оценка положительной работы, значит, можно увеличить число зрителей, тех материалов, которые уже созданы. Вот этим мы и собираемся заняться. Здесь, на этом слайде, вы можете видеть оценку полезности мероприятия в зависимости от того, где каждый конкретный человек участник. То есть участник конкретного мероприятия его оценивали с точки зрения пользы. Зеленым выделены мероприятия, которые в большей степени считались участниками, чуть выше среднего считались участниками полезными. Здесь мы видим проект «Страна троллей». Это несколько онлайн-встреч с родителями и подростками. И мы видим, что несмотря на то, что здесь не так много участников было, 23 человека, в целом это попадание в запрос целевой аудитории, в запрос тех, кто на эти вебинары пришел. И мы, начиная с самых первых опросов, видим тему взаимоотношений родителей и подростков как одну из доминантных, постоянно присутствующих в поле и среди ответов, о чем нужно делать вебинары, о чем нужно делать обучение родителей. То есть эта тема, она постоянно находится в скопе наших ответов. Также вебинар, который понравился, это открытие родительского университета с лекцией Екатерины Николаевны Поливановой. И третий вебинар обращает на себя внимание тем, что в рамках него сложилось как бы две аудитории. Часть из них увидела для себя пользу и понимает, зачем это нужно. А вторая в меньшей степени. Возможно, это связано с тем, что вебинар обсуждения результатов онлайн-опроса родителей проводился для всех, как для сотрудников школ, так и для родительской аудитории. И как раз для сотрудников школ эта информация более востребована, так как они могут использовать ее в работе. А конкретный родитель, он все же имеет запрос на конкретный совет, который он может унести с собой. Не на такую управленческую рамку, не на рамку, в рамках которой можно построить свой проект и создать какое-то решение для всех разных родителей. А он смотрит на ситуацию в большей степени из своего проблемного поля. Поэтому, конечно, точечные вебинары, отвечающие на запросы, больше интересуют родителей. Следующий вебинар, который я бы хотела прокомментировать, это вебинар номер два, где проекты учителей школ Хангаласского Улса были представлены, где сами сотрудники школ говорили о своих проектах. И нужно говорить, что этот вебинар привлек достаточно много участников. То есть нужно отметить, что такие действия, когда сами сотрудники школ, возможно, родители Хангаласского Улуса представляют какой-то контент, они востребованы слушателями родительского университета, и это направление мы планируем развивать. Нам кажется, что это очень важное направление. Ну и финально хотела бы обратить внимание на вебинар «Подводим итоги полугодия», в рамках которого мы разбирали такие передовые темы, которые сейчас обсуждаются среди образовательного сообщества. Это тема о том, какие инструменты мы можем передать ученику, его родителям для того, чтобы он делал что-то сам. Вот эти навыки самообразования, построения своей собственной линии, они, как вы видите, сейчас не очень заходят, скажем так, слушателям родительского университета, и требуют какой-то распаковки, может быть, более подробного, тщательного обсуждения по фрагментам, а не в целом. То есть вот это нас несколько насторожило, что такой контент, который можно отнести к разряду передового, сейчас пока не очень востребован, не очень понятен, может быть, для нашей аудитории. Мы постараемся его упаковать как-то иначе и обратиться с ним еще раз. Нам кажется, это важно. Кроме таких ответов, где вы могли выбирать вариант, кроме таких вопросов закрытых, где вы могли выбирать вариант, участникам было предложено высказать свои предложения по совершенствованию и по направлению развития родительского университета по тем темам, которые интересны. И здесь вы можете на слайде видеть наши материалы, которые уже упакованы в конкретные дальнейшие действия и шаги. Первое, о чем говорила и Кристина Александровна, это то, что вебинары на острые темы будут популярны всегда, потому что проблемы, с которыми сталкиваются родители в части взросления детей, в части настройки общения, налаживания отношений, они всегда популярны, всегда актуальны, и этому нужно уделять время, потому что решение такого рода вопросов является основой, базой для дальнейшего вовлечения родителя в образование ребенка. То есть фактически, если с подростком, например, не налажено отношение и нет коммуникации, то очень сложно, к примеру, обсудить образовательные планы, потому что люди вообще не могут разговаривать, не говоря уже о том, как такая сложная, противоречивая тема, как выбор дальнейшего образовательного трэша. Второй вывод, который мы для себя делаем, что важна гибкость форматов и событий для разных аудиторий. Мы видим, что аудитории нравятся разные темы, разные варианты реализации этих тем. И здесь важно учитывать, что родители чуть более критичны в сравнении с сотрудниками школ. Значит, сотрудники школ здесь наши союзники по, может быть, переводу материала, который мы предлагаем, на более понятный, более прикладной, практический язык. Соответственно, здесь мы считаем, что сохранение двух аудиторий, и родительской, и аудитории классных руководителей, учителей среди слушателей родительского университета – это очень важная задача. И мы видим, что участники старшего возраста чуть более критичны в отношении предлагаемых форматов. Но это, в принципе, тенденция, которая фиксируется и другими исследователями, что старшему возрасту более полезными кажутся форматы аудиторные. А мы же в онлайн-формате видим потенциал такого обмена практиками на уровне всего УЛУСа. Если раньше для того, чтобы поучаствовать в форуме родителей, всем родителям нужно было приезжать в Покровск, например, то сейчас за счет создания вот такого онлайн-общения мы можем решать часть вопросов, не перемещаясь в пространстве, но поддерживая вот эти контакты. Хотя всем нам, конечно, хочется вернуться в оффлайн-формат. Еще один важный вывод, который мы сделали, это то, что опыт жителей УЛУСа, он интересен слушателям онлайн-родительского университета. И поэтому нам кажется, что есть востребованность разного рода совместных с сотрудниками школ форматов, когда родители тоже участвуют, тоже становятся спикерами, тоже делятся своим опытом. На это есть запрос, и мы попробуем двинуться в эту сторону, предложить решение. Наши слушатели пишут о том, что хочется больше примеров практики и обмена опытом, когда мы даем возможность говорить не только приглашенным спикерам, но и участникам нашей коммуникации в УЛУСе. Вот этот вебинар, на котором наши школьные представители разных школах англазского УЛУСа обменивались опытом и рассказывали о том, что они конкретно делают в своей школе, конечно, вселяет гораздо больше веры в то, что и у меня в моей школе это получится, потому что мои соседи уже это делают, значит, это работает. Конечно, такое общение очень важно. было несколько разных предложений по поводу организационных форм работы и по поводу того, что важен перспективный план и системная работа. Мы постараемся вас проинформировать о плане предстоящих событий в начале февраля, когда все выйдут после праздников и каникул, и чтобы у вас этот перспективный план был перед глазами, вы могли на него ориентироваться и спланировать свое участие в тех событиях, которые будут вам интересны. Ну и, наконец, финальная часть – это навигация по уже имеющимся ресурсам, доступность ресурсов. Но вы знаете, что мы все видеозаписи наших вебинаров выкладываем в открытый доступ и будем развивать вот эту работу по навигации, по имеющимся материалам, чтобы коллеги могли ими пользоваться не только во время вебинара, но и после того, как эти вебинары уже пройдут, чтобы это то, что могло бы остаться в ОООСе и после завершения этого проекта. Ну, мы опять же возвращаемся к идее того, что участие родителей в образовании детей может проходить в разных формах. И вот эта идея разноуровневого участия и внимания к тому, как родители могут помогать своим детям дома, она заложена в основу нашей работы в следующем полугодии, в следующем учебном полугодии. Что же мы и как планируем делать? Вот давайте сначала посмотрим на левую часть этого слайда, что нас ждет в рамках родительского университета. И здесь мы видим некоторую такую воронку. Мы хотим двигаться от такой наименьшей вовлеченности родителей, когда они являются слушателями, читателями, такими потребителями контента, к роли родителей в качестве активных участников, формирующих повестку того, что мы обсуждаем, людей, делящихся своим опытом, может быть, создающих какие-то реальные рабочие группы. То есть, понятно, таких родителей, которые активно готовы вовлечься, их будет гораздо меньше. Но это естественный процесс, он характерен, в принципе, для работы с родительской вовлеченностью во всех школах, будь то продвинутые школы столицы или же это сельские небольшие школы нашей большой страны. Кроме того, мы планируем более активно подключить канал Инстаграм, так как это более простой формат, чем Zoom, и этот канал коммуникации используется родителями уже сейчас, независимо от наличия или отсутствия родительского университета. И думаем, что есть потенциал, который мы в прошлом полугодии использовали недостаточно много, это родительские чаты. То есть, передавать материал, который могут классные руководители, отправлять в родительские чаты, дополнительно с ним не работая, а просто являясь такими коммуникаторами, чтобы снять часть проблем, часть нагрузки из классных руководителей, у которых тоже, конечно, очень много задач в текущих условиях. В рамках этой воронки вы видите разные тематические блоки. Безусловно, должны в поле, в содержании материала остаться острые проблемы, о которых важно говорить, потому что они волнуют родителей, и из анкеты в анкету о них родители говорят. Никуда не уходит тема выбора траектории, построения образовательного маршрута после школы и внутри школы. Мы с вами находимся в ситуации, когда общество уже сделало шаг по пути образования в течение всей жизни, и нашим детям придется учиться гораздо дольше, чем учились в среднем мы, а тем более наши родители. То есть вот эта продленная необходимость обучения, переобучение выводит в очень важный фокус, требует именно тема выбора траектории, умения ее строить, обдумывание этой траектории и так далее. И третий крупный тематический блок – это те возможности, которые социального воздействия создает для детей в Якутии. Мы будем об этих возможностях регулярно рассказывать родителям, потому что если родитель не поддерживает какую-либо возможность, не ориентирует своего ребенка на нее, то вряд ли она сработает. И в этом смысле хочу вас переместить ко второму рисунку на этом слайде, о каких же возможностях идет речь. Но абсолютно точно мы будем выстраивать работу с родителями и поддерживать активности наших коллег, которые касаются школы роста, школы успеха, олимпиадного движения и разного рода внешних возможностей, внешних ресурсов. Мы постараемся помочь сотрудникам школ объяснить, зачем семье, ребенку, родителям участвовать в той или иной деятельности и как родитель может помочь поддержать своего ребенка, если он, к примеру, посещает школу успеха или решит участвовать в олимпиаде. Конечно, что за каждым выдающимся достижением ребенка есть не только его собственные усилия, но и поддержка его семьи, поддержка родителей, его близких. Соответственно, здесь родителям нужны простые инструменты. Как я могу помочь своему ребенку, если он решил участвовать в олимпиаде по математике? Или какие еще возможности, ресурсы мой ребенок может привлечь, если воспользуется теми или иными конкурсами, которые проводят? То есть немножко расширить границы и арсенал имеющихся инструментов, возможностей в рамках одной небольшой школы, к которым относятся большинство школы Хангаласского улуса. Ну и вот здесь вы видите вопросы, которые мы хотели бы последовательно задать. Кристина, подключайтесь. Давайте поговорим про эти вопросы последовательно. Каждый из них. Какими источниками информации о родительстве, образовании, воспитании детей вы пользуетесь и как вам кажется, пользуются ваши родители? Мы приглашаем наших участников высказаться голосом, написать в чат любые суждения, касающиеся источников информации. То есть что сейчас используют родители, когда хотят найти информацию о воспитании своих детей. По вашему опыту, как вы это видите. Пожалуйста, коллеги, давайте обменяемся мнениями на этот счет. Можно включать голос и пробовать ответить на вопрос или писать в чат. Все сообщения с чата мы обязательно зачитаем. И чем пользуетесь вы? Не только ваши родители, но и чем пользуетесь вы, потому что многие из вас тоже родители. Это могут быть, может быть, это какие-то чаты у вас есть, или это социальные сети, либо это Инстаграм какого-то известного образовательного блогера. Любые, любые источники нам интересны. Ну, давайте для затравки я поделюсь своим таким лайфхаком, умением, то, что делаю я. Мне интересен опыт того, как работают с ролью родителей, например, известные, занятые женщины. Если я понимаю, что я достаточно много работаю, то мне интересно, как люди, у которых загрузка и задачи гораздо сложнее, чем у меня, что они делают для того, чтобы выделять время на общение со своими детьми, чтобы заниматься их образованием, воспитанием, как здесь можно обустроить свою жизнь. То есть я ищу такие лайфхаки у каких-то известных людей. Вот такое суждение. Коллеги в чат пишут. Да, да. Инстаграм. Гик-тичерс. Страница Инстаграм по тематике. Сообщество классных руководителей ВКонтакте. Да, спасибо, коллеги. Давайте ещё, может быть, какие-то суждения. Я, например, чтобы узнать что-то новое, какие-то новые подходы, у меня есть разные подписки, и мне каждый день, в течение дня по нескольку раз приходят разные письма интересные с начинкой образовательной. Например, я подписана на Child Trends. Это такое американское сообщество, и там очень много про дошкольное образование, школьное образование, про как раз взаимодействие семьи и школы, какие сегодня проблемы, и там идёт сборка материалов по всему миру. Конечно же, это мел, если ты что-то хочешь узнать актуальное, что поменялось, то мел, конечно, помогает. Пишут, что телеграм-канал незаслуженный учитель. Интересно. А какая, не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, вот, например, какая тематика обсуждается вот в этом телеграм-канале? Коллеги из Исидской школы, можете несколько тем нам привести, как пример. То есть, насколько я понимаю, речь идёт о каких-то неформальных подходах, да, разговоры, неформальный обмен опытом учителей между собой. Верно ли я понимаю? А вот интересно, этот телеграм-канал, он улусный или как бы он такой закрытый канал, то есть это, или, например, мы можем туда тоже подключиться, подписаться? коллеги. Может быть, попросим наших коллег? А, да, могут, да. Видимо, не очень, может быть, хорошая связь у коллег, поэтому идёт некоторая, замедленный ответ, разные качества связи мы знаем в разных школах. Да, спасибо за ваш ответ, то есть это открытый канал, могут подключиться, могут подключаться любые участники. Хорошо, давайте, может быть, ещё есть какие-то суждения на этот счёт? Сельский учитель делится своим опытом. Очень простым языком. Да, спасибо коллеге за комментарии, это очень ценно. Понравились лекции преподавателей Международного федерального университета, пединститута. Вот мнение родителей, да, в связи с дистанционным образованием стали больше участвовать в вебинарах, да, то есть не только для детей, да, эта практика стала более популярной, да, но и родители должны вовлекаться, даже если по работе они, например, к этому раньше не имели отношения. Спасибо большое, Людмила. Очень важное дополнение, да, то есть онлайн он входит в жизни всей семьи, не только детей, но и родителей. Спасибо. Значит, есть у нас потенциал, да, для вовлечения родителей, для того, чтобы родители могли принять участие. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. Да, давайте продвинемся. Спасибо. Второй вопрос мы сформулировали для обсуждения таким образом. кто из родителей или педагогов сотрудников школ улуса мог бы стать вот таким спикером, кого было бы интересно послушать, да, послушать с точки зрения их опыта воспитания, образования детей. Вот кто эти люди? Это может быть конкретная фамилия, конкретная персона, либо это могут быть, ну, некоторый такой образ этого человека, какого родителя было бы интересно послушать. Коллеги, пишите в чат любые соображения. Мы здесь не оцениваем. Можно по-разному высказать свое мнение, кого интересно было бы послушать. Ну, здесь тоже для такого разогрева, например, когда мы с Кристиной, так вот здесь появляются ответы, пока не буду свой пример приводить. Можно послушать родителей успешных учеников. Да, есть такое ощущение, что если ученик успешен, то в этом случае, вероятно, его родители что-то делают, может быть, немножко по-другому. Так, спасибо, Татьяна. Участники, я, к сожалению, не знаю эту аббревиатуру, если можно, расшифруйте, пожалуйста. WSR. Участников WSR. А, это WorldSkills. Все, простите, не узнала аббревиатуру. Конечно, WorldSkills понятен. Да, участники WorldSkills. Отличная идея, да? То есть можно прямо поговорить с этим участником. Можно послушать родителей многодетной семьи. Да, это интересный, безусловно, опыт. И, возможно, очень вдохновляющий для родителей, у которых только один ребенок. И когда они увидят, что с тремя люди тоже справляются, и с пятью справляются, то, может быть, будет несколько проще. Специалистов Краеведческого музея не только дети, но и родители мало знают об истории Улуса. Интересное предложение. Да, то есть ввести какую-то такую тему, связанную с образованием и для ребенка, и для родителей. Такая совместная интересная тема. Спасибо. Еще. Коллеги, пожалуйста, подключайтесь, участвуйте. Очень интересно то, что вы пишете. Можно голосом включаться. Если комфортнее, пишите в чат. Например, разбор фильма «Тыгын Дархан». Хорошо. То есть формат такой, разбор фильма с участием… А, это по Краеведению. Фильм по Краеведению, да. Хорошо. Спасибо. Коллеги, насколько есть какие-то фигуры, интересные с точки зрения… Ну и, я не знаю, это люди, которые занимают какой-то пост. О троечниках, которые достигли успехов в работе и в бизнесе. На самом деле, это достаточно мотивирующая, может быть, история. Спасибо за эту идею. То есть не только об отличниках, которые были всегда отличниками, но и о тех, кто, допустим, переосмыслил как-то свой трек и понял, что на самом деле он что-то может, да, а его какая-то неуспешность школьная, она не всегда предопределяет жизненную неуспешность. Вполне очень интересная, может быть, история. Выпускники прошлых лет, которые уже стали взрослыми, да, и, возможно, тоже стали родителями, они могут дать какие-то советы родителям. Ну, очень хорошо. Так, еще у нас какие-то появятся. Я хотела здесь привести такой пример, может быть, пока вы думаете, у кого-то еще появится какое-то предложение. Такой пример, да, когда мы приезжали на форум, родительский форум, то там мы видели выступление одного достаточно известного в Якутии ученого, который рассказывал об опыте своего общения со своим дедушкой, каким образом эти отношения были выстроены. Это такая была очень личная история, рассказанная в аудитории, и она очень интересно смотрелась, да, и как человек осмысливает роль своего дедушки в работе, вот в его становлении. А вот люди здесь еще пишут, да, семьи династии, интересная история, да, встречи с людьми, которые живут за рубежом, да, вот как раз в онлайне это легко можно сделать. Родители выдающихся спортсменов. Это очень интересно, спасибо. Да, то есть, когда мы хотим мотивировать, допустим, ребенка или его родителей, или мы хотим просто поделиться опытом, как можно вырастить спортсмена, что в семье меняется в связи с этим. Здесь как раз родители могут рассказать о своем опыте. То же самое касается и, например, переезда за рубеж. Мы знаем, что среди образовательных планов школьников и родителей УЛУСа есть треки, направленные и на обучение за рубежом. И в этом смысле очень полезен опыт, так как другие, например, какие шаги конкретные они предпринимали, чтобы поехать учиться в Корею, в Китай. Такие варианты в треках, в планах есть. Родители детей с особенностями, с особенностями развития, с особыми возможностями здоровья и потребностями соответственно, как можно. Здесь сообщество очень важно, важна поддержка, чтобы эти люди не оставались один на один со своей проблемой и могли как-то поделиться. Спасибо. С людьми, которые смогли преодолеть свои недуги или плохие привычки. Возможно, это будет интересно, особенно для подростков, которых есть сложности с поведением. Мы знаем, что запрос на работу с такими подростками есть. Спасибо, коллеги. Может быть, еще что-то родится. Я, может быть, предложу снова перейти к третьему вопросу, такому более частному. И, наверное, может быть, тут появятся какие-то конкретные фамилии. Мы хотели бы вас попросить написать либо проговорить родителей или педагогов именно вашей школы, о которых вы хотели бы послушать, об их опыте образования, воспитания детей, как они преодолевали какие-то моменты и прочее. Ну, или если вы не готовы указать конкретные фамилии, то как вам кажется, есть ли такой потенциал в вашей школе и готовы ли ваши родители выступить вот в роли таких спикеров? Какие вообще у вас есть мнения, осуждения по поводу готовности родителей участвовать в такой роли? Именно на опыте вашей школы. Либо конкретные предложения по фамилиям, либо общая оценка потенциала возможности участия таких родителей в работе родительского университета, в вашей работе. Поделитесь, пожалуйста, вашими мнениями, какие вы видите здесь возможности, какие видите преграды. Я могу рассказать историю из школы. Я помню, в третьем классе мы отмечали 9 мая, и пришла прабабушка моей одноклассницы, которая была почтальоном во время Великой Отечественной войны. И я никогда не забуду, когда она пришла. Она была у нас, когда я училась в третьем классе, у нас осталось буквально несколько ветеранов, у которых еще были живы. И, конечно, для меня это произвело неизгладимое впечатление, и я до сих пор помню лицо, я помню эти медали, и я помню улыбку и такую доброту в глазах, и то, как она рассказывала о работе почтальона, как это было важно. И вообще о ее жизненном пути, как потом ее жизнь сложилась. Это было очень здорово. Это такие воспоминания теплые с детства. Спасибо, Кристина. Коллеги вот здесь делятся конкретными именами. Спасибо Исидской школе. Они сегодня очень активны. Учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель Республики Исидской школы Галина Акимовна. Спасибо. Еще какие-то персоны, которых было бы интересно послушать? Давайте тогда ко второй части вопроса. Если персон сейчас, может быть, сложно написать, то как вы видите потенциал в вашей школе с точки зрения участия родителей и вообще, как кажется вам, вашим родителям это нужно? Готовы ли они к такому? Псош номер два. На беседы пригласили бы Жиркову Аграфиану Семеновну, Кельцинову Анну Владимировну, Ахменову Надежду Тимофеевну. Спасибо большое. Спасибо. Псош номер два. Давайте подождем. По воспитанию детей. Да, спасибо. Коллеги, вот уточню, Татьяна, о воспитании своих детей или о воспитании детей в качестве учителя. Здесь вот вам интересно опыт именно родителя. Про своих, чтобы детей рассказывали или про детей там своего класса. Своих и как классного руководителя. То есть очень интересные личные истории и этих персон. Наталья Николаевна, добрый день. Спасибо за ваш отзыв. Коллеги, давайте еще поделимся нашими именами, соображениями. Вот тут пишут, да. А, да, это на вопрос. Да, это ответ на мой вопрос, который я голосом задаю. Я думаю, что да, это уже как на вторую часть вопроса. Готовы ли их родители вообще? Да, да, возможно, да. Да, спасибо, Татьяна. Ну хорошо, тогда какие преграды вы видите? Почему это может не получиться? Что может родителям не нравиться? Да, наш традиционный вопрос. Если мы хотим внедрить какую-то новую практику, нам важно понимать не только возможности, да, не только потенциал, но и видеть какие-то возможные преграды, с которыми нам, как организаторам, важно работать. Какие могут быть преграды, что вот родители не захотят, даже если они так успешно воспитания в образовании своих детей, они вот не захотят поделиться с этим, этим с этим родителем? Вот Валентина пишет нам, что некоторые родители являются противниками всего нового, да, то, что не похоже на их практику, они это не принимают, они открыты новому. Спасибо. Безусловно, эта сложность имеет место быть. Ну, мне кажется, что есть такая сложность, что родители боятся критики, боятся оценки, что какие-то вопросы или суждения будут другими родителями оценены как появление слабости, что человек не справляется. То есть здесь важна вот эта психологическая обстановка, правила общения, нарушение которых может привести к тому, что человек не будет готов говорить там о своих каких-то сложностях, проблемах, или что родители будут слишком демонстрировать свои какие-то успехи, да, при этом замалчивая неудачи. А вот коллеги из Исидской школы еще приводят возможного спикера, которого было бы интересно послушать. Это Соловьева Марина Афанасьевна, родители Исидской СОЖ, многодетная мама, опекун, член родительского комитета и активный житель села. села. Коллеги, ну мы вот предлагаем, спасибо большое Исидской школе, мы вот предлагаем внимательно отнестись вот к этим трем вопросам и попробуем с вами вовлекать и давать слово, обмениваться мнениями как раз с вовлечением вот этих активных, потенциально интересных нашей аудитории персон. Спасибо большое, что вы поделились с нами мнениями. Если к нам есть вопросы, какие-то суждения, пожелания, то, пожалуйста, задавайте, и мы будем завершать тогда уже. Да, будем уже завершать. Кстати, я тут вспомнила, когда вот проводили с коллегами из страны троллей вот эти вот вебинары, записи которых вы можете найти на сайте. Я как подписывайтесь на мой аккаунт. По ссылке в описании. Да, да, да. Родители на самом деле активны, и они не стеснялись выходить в эфир и задавать какие-то свои вопросы, боли обсуждать, то есть это приятно удивило. Мы очень боялись, что родители закроются и не захотят как-то задавать даже вопросы, что они, знаете, будут просто слушателями. Но нет. Были очень активные такие вебинары. Да, было полноценное, но как бы все активно. Поэтому мне кажется, что родители это наш потенциал, и их нужно вовлекать, использовать и думать над тем, кого мы можем пригласить, чтобы как-то других родителей мотивировать больше вовлекаться. коллеги, спасибо за вашу идею. Мы как раз попробуем выстроить вот эту линию от родителей читателей, которые просто потребляют информацию, до родителей спикеров, которые могут поделиться опытом и рассказать другим родителям о том, как они воспользовались с определенными возможностями, почему они своих детей не боятся, а даже хотят отправить в какие-то школы роста, школы успеха или предложить участвовать в Олимпиаде. Почему они видят в этом смысл и так далее? То есть вот эту линию работы мы попробуем реализовать в следующем семестре, в следующем полугодии. Тут еще пишут, что от Валентины, извините, что не по имени-отчеству, потому что только имя и фамилия. Пожелание продолжать вебинары, привлечь родителей. Да, хорошо. Спасибо. Ну что ж, мы тогда завершаем. Спасибо большое за ваше время, за ваше участие. Мы поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками, рождественскими праздниками и желаем вам очень приятно в кругу ваших семей провести новогодние праздники, зарядиться восстановиться. Всего доброго и спасибо за вашу работу в этом полугодии. Мы были очень рады с вами встречаться. Спасибо вам большое, коллеги, за ваше время, за ваши отзывы, за то, что вы активны, что вы нас поддерживаете. Нам всегда очень приятна ваша обратная связь, ваши пожелания и даже ваша критика нам помогает в нашей работе. и с наступающими вас праздниками. Пожалуйста, берегите себя. Хороших вам выходных, праздников и завершения рабочих дней. Всего доброго, коллеги. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.